Здравствуйте, дорогие мои зрители, мои подписчики и гости моего канала. Всем привет, Адит из Солнечной Канады. Сегодня я буду показывать вещи на осень и зиму, которые я купила на летней распродаже в основном зале. Ну и, как вы понимаете, были они куплены примерно где-то 70% скидка. В общем, это всегда приятно, покупать что-то очень недорогое на новый сезон. Потому что, как мы знаем, мы к началу сезона покупаем вещи. Обычно это полная цена, самые, так сказать, дорогие вещи. А если очень постараться, то на летних скидках можно купить вещи на осень и на зиму. В общем, довольно дешево и очень-очень бюджетно. Я вообще буду показывать образы, покажу немножко, что я купила, немножко расскажу объяснение, покажу образы, которые я составила из этих вещей. В основном они, конечно, на осень, они совсем зимние, но все-таки зима еще далеко. У нас, кажется, сентябрь на носу. Когда это сентябрь, то вообще довольно-таки месяц. Вообще, лето начинается у нас с 22 июня и кончается до 22 сентября. Так что сентябрь у нас еще летний месяц, но тем не менее, в общем, осень уже приближается. И пора готовиться к осени, и пора собирать осенние образы, чем мы с вами сейчас займемся. Все, приятного просмотра! Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал, комментируйте, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ну что, начнем, пожалуй. Первое приобретение это были брюки. Ну, вы знаете, я не очень люблю брюки, но иногда покупаю. Вот понравились они мне цветом, а на видео они как-то выглядят немножко серые, но на самом деле они такие ментоловые. Красивый такой ментоловый цвет, светлый, и пояс к ним шел, такой плетеный пояс, симпатичный, очень мне понравился. Я их скомбинировала, у меня такая кофточка тоже из Зары, старая зеленая с желтым, вязаная, коротенькая, но брюки высокие, с высокой посадкой, поэтому кофточка как бы, ну так, нормально получилась, как раз очень хорошо сочеталась вместе. И у меня есть такие ментоловые туфли, салатово-ментоловые. Я, по-моему, в каком-то видео уже вам показывала их. Сумочка есть, но я потом это все вам покажу. Вот здесь, вот, кстати, сумочка, да. Я в каком-то из своих видео вам показывала уже ее. Значит, я добавила пиджак. Я этот пиджак тоже купила в Заре, на селе, за 29 долларов. Он тоже ментолового цвета, но немножко другого оттенка. Вообще у меня получились монохромные луки в этом видео. Я не собиралась, но так вышло. Случайно. Значит, вот это такой в ментоловом цвете. Пиджак-брюки, туфли мои и сумка моя, и кофточка тоже такая зеленовато-желтая. Это, кстати, желтый цвет, такой лимонный пиджак, потому что немножко такой ментолово-лимонный. С золотыми пуговицами, очень-очень красивый, он не длинный. Ну, по-моему, короткие пиджаки снова сейчас вошли в моду. Вот. И вот эта вот блузка, вязаная такая кофточка, топ, зеленая с желтыми такими полосочками, она с этим ментолово-лимонным пиджаком очень-очень хорошо сочетается, по-моему. Я, по-моему, подошла потом поближе, не помню, чтобы показать вам пиджак, потому что издали плохо видно. Вот я позирую, позирую, позирую за всех сил. Ну, модель из меня, конечно, та еще, девочки, но какая есть. Да-да, вот я подошла поближе, улыбаюсь, старательно изображаю из себя модель. Такую... Ну, в общем, как могу, стараюсь. Пиджак. Надо сказать, что когда я его покупала, месяца полтора назад он на мне застегивался, а сейчас, по-моему, мне надо перешивать пуговицы. Я пыталась его застегнуть, и как-то... И он застегивается, но очень плотненько так сидит. В общем, движемся в правильном направлении, товарищи. Это шутка. Да, вот оставила те же брюки, и я еще прикупила такую... Тоже такую зеленовато-ментовую кофту на пуговицах, кардиган вязаный из хлопка, но довольно толстый, то есть на осень нормально. Повязала сверху пояс. Вот пояс от брюк я надела сверху на кардиган, и для разбавки, так сказать, цвета взяла вот эту сумочку, такой мешочек выше, то есть бисером, она, по-моему, по цвету сочетается. Хотя там есть черный, синий цвет, но, по-моему, по цвету она довольно неплохо сочетается вот с этим ментолом. Потому что там есть такие зеленоватые, такие синие-зеленоватые какие-то оттенки, и они вполне-вполне, по-моему, неплохо сочетаются, но при этом добавляют немножко цвета к этому, так сказать, монохромному луку. Вот, подошла поближе, чтобы вы посмотрели на этот кардиган, ну, вот так я улыбаюсь, значит. Вообще я очень стесняюсь перед камерой, девчонки, то, что я вот так вот позирую, на самом деле я стесняюсь. Попыталась показать вам пуговицу, и она чуть не отвалилась, то есть пришита очень-очень плохо. Ну, ничего, мы пришьем, у нас не отвалится. Пуговицы очень красивые, кстати, из кристалликов, довольно симпатичные. Окей, следующий лук. Теперь монохром у меня белый, ну, такой беломолочный, скажем так, да. Значит, из приобретений это вот кофта и сумка, потому что джинсы мои, сапоги тоже мои, ботиночки и топ тоже мой, а вот кофта такая из толстой, такой толстой вязки. И вот эта сумочка, значит, я купила это все на сейле. Сумочка, по-моему, до сих пор еще есть, хотя сейл у нас кончился, но сумочка идет в разделе Special Prices, и стоит она 29 долларов, они до сих пор, по-моему, продаются. У нас, во всяком случае, в Канаде, они до сих пор есть на веб-сайте. Очень, мне очень нравится этот кардиган, эта кофта, она из очень таких толстой вязки, знаете, резинка такой вязана, очень толстая, очень симпатичная, с такими костяными пуговицами, и я с удовольствием буду ее носить, я надеюсь, что носить я ее буду очень много, главное, чтобы она не скаталась, потому что у меня есть такое легкое подозрение, что сделана она из стопроцентной синтетики. Это не подозрение, это я точно знаю, но, судя по ее качеству, у меня как-то так сложилось такое ощущение, что она скатается и превратится в не очень приглядную вещь, но поносим, посмотрим. Да, она такая длинная, объемная, просторная, в общем, решила я сделать такой монохромный белый лук, аутфит, по-моему, получилось неплохо, но, всяком случае, мне понравилось, мне как-то самой понравилось, то есть у меня получилось здесь три монохрома, первый ментуловый, второй вот этот белый, а следующий у меня будет такой черно-белый, в общем, короче, будем считать, что серый монохром. Я добавила немножко цвет, взяла такую красно-оранжевую сумку, решила, что если вот вам надоест такой чисто белый цвет, то можно добавить яркую сумочку, в данном случае вот у меня красно-оранжевая такая, тоже, кстати, купила ее на клиренсе, на сейле в Заре, долларов за 10 или 12, это что-то такое, очень она была бюджетная, и вот в качестве такого яркого пятна, по-моему, вполне неплохо смотрится, кстати, довольно удобная сумочка, она хороший размер, у нее не очень большая, не очень маленькая, в общем, то, что надо. Так, девочки, шорты, да, я купила себе шорты Бермуды, они довольно плотной ткани, в клетку, в серо-черно-белую ткань, в серую клетку, в общем, будем считать, да, и они не очень короткие, я их надела с черными волготами непрозрачными, оставила с этой кофтой толстой, и на мне вот такие ботинки, которые я покупала, я снимала влог из Маршалс, и там были вот эти ботинки из Зары, по 35 долларов, они были, стояли на продаже, был один размер, только мышечный размер, и я их, значит, унесла домой, честно говоря, они мне очень нравятся, вот я вам их показываю поближе, ну, они просто вообще такие, знаете, ну, стразы такие-сякие, небольшой каблук, в общем, очень-очень мне нравятся эти ботиночки, я их с удовольствием, надеюсь, буду носить осенью, вот, подошла поближе, показать вам, собственно говоря, наверное, пояс хотела показать, который я надела к этим шортам, вот пиджак, вот этот пиджак я тоже купила на распродаже, и я надела его вместе с этими же шортами, оставила тот же белый топ, пояс не от этих шорт, в шортах есть пояс такой, из той же ткани, а я его вытащила, и надела такой серебристый пояс, мне кажется, так интереснее получилось, я не вижу, в какой я обуви здесь, у меня озвучка, когда я делаю, меня закрывает, по-моему, здесь я надела, сняла уже эти ботинки, и надела высокие такие ковбойские сапоги, черные у меня есть, тоже купленные на распродаже в Заре, долларов за 30 я их купила, хотя они кожаные, вот я показываю вам пиджак сзади, чтобы вы посмотрели, и так, и эдако, как шортики на мне сидят, кстати, сидят неплохо, по-моему, на мой взгляд, хвалите меня, хвалите, значит, пиджак в клетку, черно-белый в клетку, по-моему, гусиная лапка, это называется клеточка, или куриная лапка, гусиная лапка, по-моему, что-то я забыла, и шорт тоже в клетку, черно-белую, серую такую, но другую, и вот, в принципе, две вот этих клетки, два принта, мне понравилось, как они сочетаются, мне кажется, совсем неплохо, показываю ближе вот эти шорты, видите, у них есть вот пояс такой, из той же ткани, но я надела другой пояс в этот раз, и показываю, да-да, вот эти вот самые ковбойские сапоги, широкое голенище, классные, они немножко такие под крокодила, в общем, очень мне нравится, ну, просто очень мне нравится, по-моему, с шортами вообще классно, правда же, мне очень, очень это понравилось, вот пиджак, видите, или он обычную клетку, я не знаю, плохо, плохо вижу, я уже не помню, или он гусиную лапку, вот эту, или куриную, или какой-то такой, цыплячью, или просто в клетку, вот надела просто такой, тоже серый свитер, он на самом деле тоже в клетку, но вот как-то издали не очень видно, черно-серый свитер, вместе с этими шортами, показать вам, свитер тоже старый, из моих запасов, и, кстати, надела здесь другой пояс, по-моему, такой, вестерн стайл, не знаю, если видно, может быть, плохо видно, просто, просто надела с шортами, просто свитер, чтобы показать, что вот их можно носить и так, не обязательно их носить с кофтами и пиджаками, и вот приспособила тоже эту сумочку, немножко добавить цвета, не знаю, может быть, она немножко великовато для этого комплекта, как-то она так большим таким, большим цветным пятном на пузе у меня висит, но вот так, если на плечо повесить, то лучше получается, добавляет она цвет, конечно, к этому монохромному костюму, и вот этот плащ, девочки, этот плащ, это вообще такая находка, я купила его тоже в Заре, на распродаже, за 30 долларов, стоил он, по-моему, 160 или что-то такое, но это просто, просто дизайнерская вещь, это такой Дрис Ван Ноттон, Баленсиага, я не знаю, что из них, но он, знаете, такой интересный, он спереди, такая бежевая плащевка, а сзади и на рукавах, вот это, видите, черное, видно плохо, но там ткань такая пальтовая, в полоску, то есть вот плащевка спереди, а сзади толстая пальтовая ткань, или толстая костюмная ткань, черная, в белую полосочку, очень необычная вещь, просто очень оригинальная вещь, вот видите, сзади немножко на рукавах, рукава такими, знаете, завязочки, ленточки на запястье, и вот эта сумка, тоже купленная мной в Заре, летом, в этом сезоне, она, в принципе, плетеная, вы уже у меня ее видели, я в своем последнем влоге в Заре, когда я делала обзор, я с ней была, на самом деле, я ее ношу в хостел-гриву, она мне очень нравится, это очень-очень модный сейчас, значит, дизайн, как бы сумки, очень модная шейп-форма, и она плетеная, да, но я считаю, что ее вполне-вполне можно будет носить осенью, может быть, зимой нет, но осенью, да, точно, абсолютно точно, и она по цвету очень сочетается с этим плащом, она такая тоже черно-бежевая, мне кажется, что неплохо они выглядят вместе, и я с удовольствием ее буду носить осенью. Вот такие вот мои покупки, девочки, я надеюсь, что вам понравилось, что вам было интересно, люблю, целую, увидимся в следующем видео, до новых встреч, пока-пока-бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова